В краевом центре очевидцами по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве. Он зарезал возле кафе мужчину, который приревновал его к своей подруге. Вместе с Викторией будущий задержанный отдыхал в кафе китайской кухни Фуюань, пока туда не пришёл сожитель девушки. Он попытался уговорить подругу пойти домой. Но та хотела продолжать вечер. Уже на улице 42 мужчин переросла в драку. По версии подозреваемого, первым агрессию проявил его оппонент. Начал кидаться на меня, драться, бить меня. Я, так как нервно неуравновешенный я человек, вытащил с кармана складешной нож и ударил его. Первый удар пришёлся в живот. Раненый попытался убежать, однако нападавший догнал его. По словам задержанного, убивать жертву он не собирался. Своё поведение объясняет шоковым состоянием. Он с ножом бегал за ним, догнав его. Он нанёс ещё не менее пяти ударов ножом в область тела и туловища. После чего он оставил потерпевшего на месте происшествия, а сам скрылся с места происшествия. Свидетелями этих событий стали случайные прохожие. Они и задержали подозреваемого, пробежав за ним 200 метров. Мужчинам удалось обезоружить беглеца и передать в руки полицейских. Оказалось, что фигурант не провёл на свободе и недели. 27-летний уголовник освободился из колонии в Советской гавани в прошлый вторник, где шесть лет отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. Причём это не первая его судимость. С 16 лет он неоднократно привлекался к ответственности за кражи. Со следствием подозреваемый сотрудничает. Он дал признательные показания и на месте объяснил последовательность событий. Своей жертве он нанёс семь ранений. Небольшой складной нож уголовник носил с собой постоянно. Кстати, жертвы и нападавшие были знакомы между собой. Можно даже сказать, дружны. Друг друга они узнали в той самой колонии, откуда хабаровчанин вышел первым. После своего освобождения житель Переяславки ехал домой и по пути решил навестить своего тюремного друга. За убийство ему грозит 15-летний срок. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Алексей Овчинов. Продолжение следует...